Анализ состояния преступности показал, что за день 2018 года снизилось количество зарегистрированных преступлений общей направленности на 25,4% или в абсолютных цифрах с 63 прошлого года до 47 этого года. В то же время увеличилось количество преступлений раскрытых с 19 до 34. Не отличается особым разнообразием у нас тут следствия, по которым обязательно, не обязательно, также зависит от снижения. В то же время зарегистрировано преступление, которое в прошлом году в январе не было. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следует ради справедливости отметить, что данное преступление с учетом сроков его расследования по причинам его совершения определяется не периодом января, а гораздо ранее, это октябрь-ноябрь. Тогда мы не сработали, поэтому вылезли эти причины. Загистрировано снижение у нас количества краж с 23 до 13 или на 43,5%. Увеличено количество с 11 до 12 заегистрированных преступлений, относящихся к профилактической направленности. Это средний вред здоровью, легкий вред здоровью и другие ряды, в том числе и по линии несовершеннолетних. Увеличено количество выявленных преступлений, тяжких и особо тяжких по линии экономики. Как недостаток следует отметить увеличение на одно количество преступлений, совершенных в общественных местах, в частности на улицах. Это говорит о том, что слабо у меня сработали наряды на улицах. Но также справедливости ради надо отметить, что та единая дислокация, которая действовала на прошлом году, изменила свои сути и необходимые корректируют, что будем делать до конца февраля. В целом, та работа, которая проведена с нами, не только с полицией, но и с вами, она приносит положительные результаты. С положительной стороны следует отметить проведение нами совместного совмещения, на котором рассмотрены. Результаты работы по линии мошенничества, именно профилактической направленности, где было дано указание о, с моей стороны, размещении информации профилактического направления. Оказание нам всяческого содействия со средствами от представителей средств массовой информации, администрации, хочу сказать спасибо. Однако, не хочу успокаивать никого, так как у нас, как продолжали иметь место преступления подобного характера, так и продолжают. Как у нас отдавали люди деньги, мошенникам так отдают. Причем, анализ характера преступления говорит о том, что не понимают у нас люди вообще во приворе, что они делают. Останавливают их, ну типичный пример, вот их зависит именно мошенничество в январе месяце. Значит, молодая семья, возраст до 35 лет, мои ровесники, скажем так, на учете. Ни у психотеатра, ни у врача-нарколога не состоят, то есть департные люди. Почему? Потому что приходят, инструктируют, те сами идут, сами нас перечисляют. К ним мы должным образом там работали, подходят и сотрудники банка, говорят, что вас обманывают. И подходят и граждане, и, кстати, буклет висит, листовка мошенничества, то есть люди это все видят. Мало того, это предупреждение на подъезде висит, но ничего этого не слышат. То есть, как перечисляли 80 тысяч, подошли к сотруднике банка, они их в некорректной форме послали, мы знаем, что мы делаем. То есть, вот такая ситуация, то есть, не знаю, как нам объяснять, но работают, ослаблять нельзя. Ни в коем случае. Поэтому я прошу убедительно всех тех лиц и тех должностных лиц, которые были у нас привлечены в прошлый раз в качестве пропагандистской направленности, еще раз поучаствовать и организовывать это на постоянной основе. То есть, мы также направим информацию в СМИ по тем же субъектам, чтобы мы опять разместили, опять разъясняли, разъясняли, разъясняли. Потому что бесполезно. Скажем так, да, есть доля та, которая положительная определяется. Наша работа именно с вами, так как люди знают уже хотя бы, про что идет разговор речь, статистика, она вещь упрямая, она показывает о том, что снижается количество, но недостаточно. То есть, есть все равно люди, которые вот так именно поступают. Причем, когда перечислили деньги, они все-таки поняли, что это Ману. Сами, стыдно им стало, не пришли заявление писать. Им стыдно стало, они пришли заявление писать. Пришла их мне мама. То есть, вот так, как бы, конденсатом саду, но тем не менее, факт остается фактом, но проблем он у нас не убирает. Ну, от этих лиц мы никуда не денемся. Поэтому попрошу еще раз обратить на это внимание и придать должный ацент нашей с вами безопасности.